Добрый день и добро пожаловать на Дуко Скопи ТВ. С вами я, Даниэль Швенгер. Сегодня мы поговорим о том, каким образом крупные бизнес-корпорации используют социальные медиа. У нас в студии Камали Шаларди из Цюриха. Она является бизнес-экспертом социальных медиа. Камали Ш, добро пожаловать к нам в студию. Большое спасибо за приглашение. Рада На сегодняшний день многие бизнес-корпорации используют социальные сети. Возникает вопрос, каким образом лучше всего их применять. Вы написали в книгу, в которой есть советы для крупных организаций по применению социальных сетей. На сегодняшний день многие компании используют социальные технологии. Зачастую компании сразу же начинают применять их в своем бизнесе. Они начинают разрабатывать различные каналы. Как правило, такой подход не имеет стратегической перспективы. У них нет конкретных бизнес-целей по использованию социальных технологий. К сожалению, на сегодняшний день на рынке нет специальной структуры, которая помогла бы крупным компаниям понять, как лучше всего применить в своем бизнесе социальные технологии. Нет базы, с помощью которой они смогут гарантированно получить устойчивый бизнес-доход. Именно поэтому я и написала книгу, в которой я писала перечень самых необходимых советов, которые смогут помочь корпорациям. Понять, стоит ли им вообще применять социальные медиа. Если да, то каким образом лучше всего это сделать. Также это может помочь им понять, с каким последствием использование социальных медиа может привести к дальнейшему. Есть мнение, что социальные медиа – это маркетинговая пропаганда. Вы с этим согласны? Или, возможно, вы считаете, что социальные медиа должны быть реализованы как-то иначе? Я не совсем согласна с данным утверждением. Социальные медиа – это онлайн-общение между людьми, которое осуществляется при поддержке различных платформ – микроблогов, социальных сетей и так далее. Безусловно, есть некая взаимосвязь с точки зрения маркетинговой перспективы. Именно по этим причинам многие компании начинают использовать социальные медиа для маркетинга. К сожалению, в дальнейшем они это могут воспринимать просто как маркетинговый инструмент. Лично я считаю, что социальные медиа есть огромный потенциал, и они могут привести к очень большим изменениям в компании. В зависимости от бизнес-цели компании, для компании это открывает новые бизнес-возможности. Социальные технологии – это новые преимущества. Организация может использовать социальные медиа для разработки продукции, для инноваций, а также для разработки новых проектов. Это может также повысить уровень эффективности работы в пределах компании в целом и благоприятно повлиять на позицию на мировом рынке. В социальных медиа прекрасный потенциал. Я думаю, что через пару лет они будут использоваться массово во всем мире. Мы также хотели поговорить о вовлеченности сотрудников в рабочий процесс. Не могли бы вы нам для начала рассказать, что общего между социальными медиа и вовлеченностью персонала. В сегодняшний день многие компании начинают использовать социальные медиа внутри компании для того, чтобы привлечь сотрудников к рабочему процессу. К примеру, платформа SharePoint – это платформа для совместной работы, которая обеспечивает повышение производительности труда среди персонала. В 90-х эта платформа называлась системой управления знаниями. То есть подобная платформа уже существует довольно длительное время. Но сам социальный элемент дает возможность сделать данную технологию более инициативной и простой в использовании. Вы можете на примере вашей компании посмотреть, каким образом социальные медиа влияют на формирование сообщества компаний, на коллектив компаний. Заименность сотрудничества между сотрудниками становится более эффективным. Это также положительно влияет на осведомленность о торговой марке компании. Социальные медиа открывают массу возможностей для развития компаний. Вы нам сказали о том, что есть очень много преимуществ и возможностей. У вас большой опыт работы в данной сфере. Скажите нам, какие есть негативные моменты и ошибочное использование данных социальных медиа? Самая большая ошибка заключается в том, что некоторые компании воспринимают социальные медиа всего лишь как маркетинговый инструмент. Некоторые компании используют социальные медиа наряду с другими маркетинговыми информационными платформами. Зачастую они используют соцсети для вещательной рекламы, то есть они используют их обычным традиционным способом. В чем же заключается их ошибочное представление? Социальные медиа – это способ получить прямой доступ к общению и работе с вашими клиентами. У вас есть потрясающая возможность понять, что нужно вашим клиентам, о чем они думают, к чему они стремятся. В принципе, вашего бизнеса вовсе и не было бы, если бы не ваши клиенты. Ваша работа заключается в том, чтобы предоставить услуги и продукцию для ваших клиентов. И благодаря социальной медиа у вас есть возможность напрямую пообщаться с вашими клиентами, понять, что им необходимо. Это доступ к воззаимному сотрудничеству. Социальные технологии – это преимущество для вас. Сотрудничество с вашими клиентами поможет вам понять, какие необходимо создать новые бизнес-возможности, новую продукцию и новые услуги. Вы также можете изменить контент вашей продукции согласно новых требований. Взаимная работа с клиентами – это отличный шанс открыть новые возможности для любой компании. К сожалению, сегодня не все это могут понять. Также есть еще одно ошибочное представление в отношении социальных медиа. Некоторые компании используют соцмедиа для пропаганды бренда. Я полагаю, что это не совсем правильный подход. Социальные медиа открывают перед компаниями много интересных новых возможностей для развития. Каким образом их применить и как это может повлиять на структуру и культуру организации, мы поговорим с вами в нашей следующей программе. Спасибо вам большое за информацию. Было очень интересно. Пожалуйста. Большое спасибо за внимание. Оставайтесь с Двукаской ПТВ. Вскоре мы пристаем вашему вниманию вторую часть этого интервью. На сегодня все. До свидания.